Ариару, мои маленькие любители покушать, мы начинаем играть такую увлекательную игрушку, как Kerbal Space Program. Мы идем в центр аэрокосмической станции, хотя, я думаю, пока мы не будем ничего делать, первым делом я, пожалуй, зайду в наш научно-исследовательный комплект. И его нужно улучшить, чтобы разблокировать нам все доступные измерения. Это я сделал для того, чтобы изучить наш мехджеб, то есть нам сейчас нужно всего 550 науки, для того, чтобы разблокировать стыковку на разных орбитах. Если мы зайдем наш кей, мы можем доложить и собрать науки аж целую тысячу штук. Это все благодаря тому, что мы купили некоторые детали, теперь мы можем улучшить наш мехджеб таким образом, чтобы мы могли стыковаться на орбите, что есть очень классно и замечательно. Мы можем сейчас заняться тем, что выводить модули наши спутники на космическую орбиту вокруг Кермина, на орбиту синхронную вокруг Минусу и на полярную орбиту Кермина. Полярная орбита с разумным уклонением не завершена. Пожалуй, мы запустим сейчас спутник на полярную орбиту и нужно будет выполнить миссии по спасению парочку. А, кстати, у нас появилась миссия, у нас появилась миссия, которую мы можем исследовать в Муну. И давайте ее, пожалуй, тоже возьмем, пока не истек контракт. И перейдем в центр сборки. Если, допустим, я знаю, что делать с спутником на полярную орбиту, мы воспользуемся нашим спутником в связи 1, у которого Дельта-Вс хватит даже за глаза. Но следовательно... А, нам нужно приземлиться на поверхность, вернуться домой с поверхности и вернуться домой после пролету на Луну. Это вот наша следующая будет миссия. Но сначала я, пожалуй, выйду на требуемую полярную орбиту. Так, наша скорость превышает необходимую допустимую. Так, 10 тысяч метров, в принципе, можно уже начинать маневр отклонения. Только хотя бы по чуть-чуть, потому что то, что я сейчас делаю, это очень несково. Вот, апокели 95, перегили у нас в точке. Тысяча всего Дельта-В. Изъекутаемся до следующей ноды и выходим уже на манехадимую орбиту. Также можно строить наши части, которые не были манехадимы. И можно выдвигать уже все антенны вместе с солнечными панелями. Потому что в случае чего, я думаю, нам электроэнергии может не хватить. Хотя, в принципе, ее достаточно у нас много, поэтому... Так получилось то, что из-за моего мисклика я случайно отключился. Но я думаю, это не сильно повлияет. Мы теперь можем строить орбиту, которую нам так необходимо было строить. Ну, постройка орбиты не такой интересный этап. Поэтому я могу это даже пропустить. Что? Я уже... Судя по заданию, я уже вышел на требовую орбиту. И ее не было так необходимо строить досконально. Но я все-таки предпочту немножечко наш угол подправить. Так, чтобы он был более-менее перпендикулярным по отношению к Кербину. Возвращаемся в космический центр. И наша следующая цель, да и судя по заданию, это приземлиться на Мону именно кербонавтам. Я у себя не наблюдаю стыковочных узлов. И серьезно, я их не изучил в космическом исследовании. И это было бы очень дико. Вот они находятся. Минус 160 нужно науке для их исследований. Господи. Я всю науку потратил, которую мог забрать. Даже не начали его теперь. Я решил взять обязательства, которые приносят нам науку за наши кербал деньги. Если это так можно вызвать. Нам где-то нужно достать, что еще десет науки. Я так понял, мы кербалятами не были еще в космосе. И есть вариант взлетать на орбиту Кербина. И снять показания датчиков с орбиты непосредственно, чтобы взять необходимую науку. Как бы это было не странно. Я попробую одну штуку сюда поставить. Я не знаю, что это что-то даст. Потому что я не знаю, как правильно она должна работать. Я, знаете, что забыл? Сейчас мы, возможно, да. Я забыл убрать тягу этих двигателей. Сейчас, возможно, нас перевернет. Постыковаемся. Благодаря этому двигателю мы смогли выровниться. Ура! Но, возможно, в принципе, не хватит. А, нам не хватает. Серьезно? Нам Дельта-В не хватает, чтобы выйти на орбиту. Да, мне не хватает все-таки. В итоге не хватило. В итоге мне не хватило, чтобы выйти на нормальную орбиту вокруг Кербина. Но это, думаю... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Куда тебя понесло-то? Восстанавливаем. Докладываем по восстановке. Что-то у тебя начало косоебить. По-детски. Важно. Восстанавливаем все то, что нам так необходимо. Заходим снова сюда. Смотрим, что мы можем еще взять. Научные исследования мы можем еще собрать. Собираем их. Тоже сюда и мы их все собираем. Замечательно. Также мы восстанавливаем еще раз. Посмотрим, что это за штука. Запустить сканирование РДН. Что это такое вообще? Ах... Ну вот эту штуку надо применять на том спутнике, который мы запускали в какой-то там серии, в начальных сериях. Но мы сейчас ее не запустили, поэтому... В итоге эта миссия не сказать, что была провальной. Но не сказать, что она была совершенно успешной. Но мы собрали науки по возможности. И я не знаю, сколько ее много, мало, но тем не менее. Надо сейчас пытаться тормозить. Но мы все равно падаем в воду, как я понимаю. Поэтому это отстыковывается. Это... Мы разворачиваемся. По движению. Эту штуку тоже отстыковывается. Мы разворачиваемся в зерпу против движения и начинаем тормозить. Мы даже более-менее плавно вошли в атмосферу, на мое удивление. Наша скорость 3,5 метра в секунду. Это очень маленькая, поэтому... Два парашюта предлагаю все-таки срезать, потому что... Это потому что, пиздец бы, я буду долго падать. Ну и на двух парашютах, на больших, мы постепенно падаем. Это было жесткое приводнение. У нас даже агилятор выжил. Мы возвращаем наших брат. Мы с 349... У нас 349, там все равно не хватает. Нам бы еще такую научную миссию соорудить. Я знаю, где еще собрать нам очки науки. Мы можем взять наш MarkFly-1. Насколько я знаю, тут... Есть у нас небольшой бортовой изучатель всех данных, которые только возможны. А мы не изучили нашу лестницу, но не важно. В тот случай, если мы упадем, я думаю, мы сможем собраться под такой вот импровизированной лестницей, которую я сейчас попытаюсь здесь соорудить. Есть нам MarkFly-1. Сейчас полететь в другие биомы, например, в горы, и собрать там научные данные. Попытаться, по крайней мере. Например, вот на равнину сейчас мы тут летим. И тут можем какие-нибудь данные собрать. Нет, не можем, потому что все уже изучено. Хорошо. Мы тогда захотаем. Попытаемся приземлить сейчас в этом биоме. Это уже считается, как ни странно, другой биом, вот эта зеленая травка. И тут мы уже можем собирать очень много научных данных. Замечательно. Данные температуры, атмосферного отопления, серебряных материалов. А, ну и возвращаем, в принципе, по факту. У нас должно сейчас быть 360 науки, и это должно быть замечательно. Сейчас. Я не посмотрел, на самом деле, сколько у нас науки. У нас 380 науки, это очень классно. Вот они, стыковочные узлы. И вот он, вот она, вот она моя прелесть. Мобильная лаборатория. Все, и теперь мы продолжаем собирать нашу научную станцию на Муну. То есть у нас есть разгоночный модуль, точнее посадочный модуль, который должен будет сесть на Муну. После вот этот один движок, как я планирую, должен будет поставить на поверхность орбиты Муны. У нас тут есть 10, то есть 1000, 3000, 2000 Дельтв. То есть вот эта вся конструкция наша должна выйти на требуемую орбиту вокруг Муны. И здесь вот эти движки стоят, они только для того, чтобы в случае необходимости резкого маневра перевести наш корабль в внутреннее положение. После же, я думаю, этим двигателем вывести этот аппарат без вот этой части, без научного модуля на орбиту Муны снова. Пристыковать ее к новой части, перелить в этот двигатель топливо и уже отправиться на Кербин. Хотя, я думаю, можно будет и не переливать, потому что этого за топливо нам хватит за глаза. Теперь нужно будет сделать платформу, точнее ракету, которая способна будет это вывести на орбиту Луны. Если я правильно помню, то около 5000 Дельтв нам все это на все про все понадобится. У меня нету двигателей для того, чтобы водить тяжелые ракеты. Это очень-очень-очень-очень плохо. Но придется как-то исхищряться вот таким вот образом, все равно ТВР меньше единицы, боже. Если посмотреть, закрыть один глаз и типа представить, что это нормальная ракета, то может быть это сработает. Не знаю, это просто очень комично выглядит эта штука вся. Мне просто с этого не знаю, пригорает. Зато мы сможем привести столько с Муны науки, что все вот это вот будет просто казаться, не знаю, лапочкой. А вот это вот Дельтв я планирую, чтобы было, работал в атмосфере. Ааа, я не знаю, как... Я просто не знаю, как это характеризовать. У меня от этого появляется только улыбка на глазах, потому что это все... Не знаю, как характеризовать это правильное слово. Через жопу наиболее правильное слово в данной ситуации. Единственное, сейчас у меня опасения по этому аппарату. У меня голос немного изменился. Это все потому, что я сижу сейчас с улыбкой дикой. И просто я думаю, как бы это все нахуй не взорвалось сейчас. Так, я должен сейчас включить по-любому смарт-ас, потому что... Я не знаю, все может пойти не так. По идее, если я сейчас все правильно сделаю... Да, они отстрелились. И мы нормально летим. Но топлива нам должно хватать. Посмотрим на нашу текущую точку. 26. Этого маловато будет, поэтому мы взлетаем выше. Все надо было ставить факела. Двигатели. Потому что... Хоу. Посмотрите, Холли. Это солнечное затмение. Правда, не до конца оно идет. И где-то на Кербине есть солнечное затмение. Ну а как этот медаинженер потерпит фиасто, вы увидите в следующей серии. Продолжение следует...